Здравствуйте, здравствуйте. Хочу представить Вашему мнению доклад на тему предиктора недержания мочи после роботосистированной радикальной красотектомии. На сегодняшний день одним из основных методов лечения рака предстоятельной железы является роботосистированной радикальной красотектомией, которая вытесняет предыдущие методики. К сожалению, данный метод лечения ассоциирован, несмотря на совершенственные технологии, сопряжён с таким тяжёлым осложнением, как недержание мочи, которое оказывает негативное влияние на качество жизни и приводит к инвалидизации пациентов. Согласно систематическому обзору наиболее крупному, который опубликован в РФ «Урология», недержание мочи варьируется в широких пределах, зависит от метода диагностики данного осложнения и времени диагностики. На сегодняшний день много исследований посвящены прогнозированию недержания мочи. Всё больше и больше появляется научных данных, которые показывают, что важными преддикторами недержания мочи является предоперационный, является пожилой возраст, высокий индекс массы тела, симптомы нижних мочевых путей, более короткая длина мембранозной урэта. Длина мембранозной урэта является на сегодняшний день наиболее изученным, незназначным преддиктором недержания мочи. Дискутабельная роль остаётся в качестве предоперационных преддикторов других анатомических структур малого таза, таких как толщина мышцы, поднимающая задний проход внутренней запирательной мышцы. В этой связи нами было принято решение изучить преддикторы недержания мочи, которые включали бы в себя лишь предоперационные факторы. Так представлены дизайн исследования, пациенты прооперированы с помощью роботосистемы радикальной ростодектомии в период с 2015 по 2016 год. Дизайн был ретроспективный, через год данным пациентам исследовалось удержание мочи, критерием недержания являлось использование более одной прокладки в сутки. Критерий включения в исследование для пациента с локализованной формой рака предстательной железной. Которым не выполнялась лучевая терапия, они не имели трансаутральных резекций и других операций в анализе. Возраст пациентов был менее 70 лет. В последующем пациенты были разглупированы на две группы, на имеющие недержание и не имеющие недержание. В последующем были проанализированы преддикторы. И на основании данных преддикторов мы планируем построить математическую модель риска недержания мочи через год после роботосистемырной радикальной простатектомии для того, чтобы планировать последующие терапевтические стратегии для этих пациентов, как раннее хирургическое лечение. На данном слайде представлены преддикторы, которые мы исследовали. Возраст, индекс массы тела, сопутствующие заболевания. Оценивали симптомы нижних мочевых путей с помощью опросника АПСС. Оценивали эректильную дисфункцию. Выполняли пельгиометрию с помощью магнитно-резонансной томографии. Исследовали толщину мышц тазового дна и размеры предстательной железы. Также исследовали мочевое пузыри, функциональные особенности сфинктерового ретро, электромеграфический потенциал тазового дна. Исследовали уровень ПСА общего. Стадия ТНМ, опыт хирурга, неразбережение применялось либо отсутствовало и длительность послеоперационной патализации. Методы, которые мы применяем для диагностики в нашем исследовании, это уродинамическая система СОЛАР-УРА. Этапы исследования представлены на данном слайде. Все исследования уродинамически соответствуют с надлежащей практикой Международного общества удержания мочи. А в магнитно-резонансной томографии мы применяли сверхвысокопольный томограф Филипс-3Тесла. На данном слайде представлены методики измерения мышцы поднимающей заднего прохода, внутренний запирательный. Нами получены статистически достоверные различия функциональных показателей, таких как амплитуда детрозерной гиперактивности. Следует отметить, что пациенты, имеющие детрозерную гиперактивность предоперационной, они не гетерогенные. Оказалось, что у них различная амплитуда. Пациенты, имеющие амплитуду в точке осечения наивысшего индекса ГДНа 37 давления водного столба, имели высокий риск недержания мочи через год после радикальной простатектомии. И следующий предиктор, который нами выявлен для последующего построения модели, это толщина мышцы, поднимающей задний проход, толщина леваторов. Пороговое значение толщины леваторов для пациентов, удерживающих мочу через год, составило 11 мм. Данные предиктора были статистически значимы. В последующем на основании этих предикторов была построена математическая модель. На данном слайде представлена модель прогнозирования недержания мочи с помощью методов бинарной логистической регрессии. Данная модель, как вы видите, статистически значима оказалась. При увеличении толщины леваторов на 1 мм уменьшались шансы в 2,5 раза иметь недержание мочи через год. При увеличении амплитуды детрозерной гиперактивности пациенты имели высокие шансы иметь недержание мочи через год. Для наглядности и доступности применения данной модели прогнозирования недержания мочи в клинической практике мы разработали такую номограмму. Данная номограмма показывает вероятность недержания мочи через год после роботостерной регионы простатектомии у пациентов на основании показателей анатомических таких как толщина леваторов и функциональных амплитуды детрозерной гиперактивности. В заключении хочу сказать, что наша прогностическая модель разработана на основе анатомических функциональных факторов и позволяет стратифицировать пациентов на группы риска недержания мочи. Использование номограммы позволяет существенно упростить применение модели прогнозирования недержания мочи в клинической практике. Созданный нами инструмент прогнозирования позволяет реалистично консультировать пациентов по риске недержания мочи перед операцией, формировать персонифицированный подход к лечению, что без сомнения ведет к повышению качества жизни наших пациентов. И в этой связи пациенты могут применяться ранее хирургическое лечение в зависимости от тяжести недержания мочи. Благодарю за внимание.